Уважаемые телезрители, впервые за много лет сегодня наш выпуск выходит не в прямом эфире, а в записи. И вот на таком совсем непривычном импровизированном фоне. И тем не менее сам факт продолжения вещания ТРК «Круг» весь наш коллектив считает своей большой победой. Загодя запланированный на благовещение погром телеканала, своей главной цели так и не достиг. Несмотря на все усилия гражданина Российской Федерации Труханова, его рядящихся в патриотические одежды криминальных подручных, несмотря на неправосудные решения судов, преступное бездействие правоохранительных органов и позорное безразличие к бедам Одессы киевских политиков, мы остаемся в эфире, остаемся с вами. И вместе с вами мы обязательно добьемся справедливости не только для нас, но и для всех одесситов. А теперь подробнее о происшедшем сегодня. На 7 апреля было назначено так называемое исполнение решения Приморского районного суда Одессы по жалобе гражданина Яковлева к телекомпании «Круг». Игорь Яковлев в сопровождении очень исполнительной исполнительной службы и тетушек из РГБ явились в телекомпанию «Круг» за имуществом, которое Приморский суд обязал отдать бывшему заместителю-директору телекомпании. На протяжении нескольких последних лет это высосанное из пальца дело, основанное на сфальсифицированных и подделанных документах, было использовано как средство грубого политического давления на оппозиционные СМИ. У нас несколько лет длится уже этот процесс. На основе поддельных эффективных документов это дело используют для политического давления на телеканал «Круг». Мы подали иски в суды, у нас апелляция, нас никто не слышит, решение принимается не в нашу пользу. И вот сегодня пришли с этим листом, куда входят камеры телеканала «Круг», декорации. И доходят до смешного, замки в дверях, если вы видите, вот снимают замки в дверях, провода в стенах, металлопластиковая кабинка, которая находится, получается, у нас в студии аудиозаписи. В общем, делают все, чтобы технически телеканал «Круг» остановил свое вещание. ТРК «Круг» занимал и занимает непримиримую позицию по отношению к коррумпированной, безответственной и изменческой по своей сути городской администрации, возглавляемой гражданином РФ Трухановым. Несмотря на многочисленные обращения в различные государственные инстанции и встречные судебные иски, независимым журналистам и общественникам удалось лишь отсрочить дату политической расправы. По сути, сотрудники Приморского отдела Государственной исполнительной службы реализовали силовое изъятие оборудования и материалов телекомпании, включая операторские видеокамеры, оборудование прямого эфира, карты памяти и даже вмонтированные в стены кабели, осветительные приборы и дверные замки. Как говорится, ничем не побрезговали. Дело у вас не спрашивают? Каким образом судоисполнитель может определить работоспособность? Пусть и исполнитель. Надо восстановить аккумулятор, проверить шоколепность. Вам хочется заберелось? Или что? Каким образом? Ну вот пусть включат те, кто возвращает, включат, что они работают. Я хочу проверить, что это новое, не рабочее. Может, не пониматься, тестировать оборудование. Вы что, не понимаете? Цель очевидно – сделать вещание ТРК «Круг» технически невозможным. При этом на 11 апреля, то есть всего через 4 дня, в том же Приморском суде назначено рассмотрение жалобы ТРК «Круг» о правомерности открытия исполнительного производства. Но, несмотря на это, все-таки явились изыма телевизионное оборудование. Куда так спешили? И удивительно, но пришли громители компаний именно в день, когда все нормальные люди отмечают один из самых светлых христианских праздников – Благовещение. Впрочем, у этих господ нет ничего святого, что, собственно, и было продемонстрировано. Вместе с демонстрацией ханства, наглости и всеми не менее приятными, в кавычках, манерами. Вы пришли в нетрезвом состоянии и мешаете мне работать. Вы демонтируете? У вас есть? Так, работайте. Я не за вас работаю, чтобы вы мне приказывали, что мне делать. Понятно? А вам до свидания. Чего стоит визит Марка Градиенко? Несмотря на то, что у входа дежурила полиция, которая там находилась, чтобы не впускать людей, не имеющих процессуальной заинтересованности в происходящем, то есть быть помещением могли сотрудники телекомпании, сам Яковлев и, разумеется, судебные исполнители, каким-то удивительным образом двери компании оказались распахнуты для этого господина. Правда, на сей раз он явился без своего боевого товарища Евгения Резвушкина. Ну, у Резвушкина будет какая-то моральная компенсация. Вся общественность города Одессы потягивается. Ему не стыдно будет сюда прижимать? А что же ему стыдно? За что? За что? За поведение свое. А какое поведение? За то, что он не добил рыбийскую сволочку? Наверное, за это стыдно. А что, я просто шучу. Ой, да начинается. Не провоцируй. Не надо провоцировать. С десяток РГБшников находились внутри телекомпании под видом понятых, грузчиков, электриков и так далее. И остальных не пустили. Целая армия тетушек в течение нескольких часов стояла у входа. Здесь же был припаркован уже известный кругу микроавтобус. Тот самый, на котором удирали тетушки 9 февраля 2015 года после избиения заместителя директора телекомпании Игоря Хотина. РГБ. К сожалению, меня не удивляет, что сегодня в качестве обслуги для Яковлева выступала именно эта организация. РГБшники уже отличились в прошлом бандитским нападением на телеканал «Круг». Я имею в виду события зимы 2015 года. Сегодняшнее нападение, иначе его трактовать нельзя. Логическое продолжение того, что в Одессе идет ползучая реставрация. Реставрация не януковичского режима, все намного хуже. Это реставрация бандитов, которые перекрасились, научились провознашать майдановские лозунги для того, чтобы остаться у власти и грабить Одессу. Они и на этот раз приехали с одной единственной целью – устроить погром на Круге. И то, что реализовать ее не удалось – заслуга негосударственных органов, которым телекомпания обращалась за помощью. Хотя стоит отметить, что в данном случае вызванная сотрудниками компании полиция присутствовала постоянно, что сделало менее возможным доступ в здание РГБшных тетушек. Но ни прокуратура, ни судебные органы пальцем об палец не ударили для того, чтобы оказать помощь оппозиционному СМИ. Ни одна из вышеперечисленных структур не проявила, ну хотя бы, уважения к свободе слова. Они были заодно с городской властью. Что касается решения суда, мы знаем, какие суды, какие пользования судят пока что в Украине. Так что это печально. Канал Круг действительно наиболее последовательно критикует недостатки работы городской власти. И вот это месть, месть, личная месть Яковлева и одновременно это месть канала за позицию. Это банальное желание задавить, задушить оппозиционный канал к власти. И те фигуранты дела, которые там, фигуранты самого события, которых я там видел, они красочно подтверждают, что это так и есть. То есть про общественники, про трухановские там присутствовали. То есть это совершенно, не знаю, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения государственности совершенно ужасное зрелище. То есть принимают участие в действиях исполнителей государственных, принимают какие-то люди, не знаю, как их раньше называли, тетушками. И скорее всего дело именно в этом, в позиции Круга по отношению коррумпированной власти, нынешнему городскому руководству, давшему указание утопить ненавистный канал, заставить его замолчать, лишить его возможности говорить людям правду и давать возможность доносить обществу мнения несогласных с городской властью, которая под видом исполнения закона учинила настоящую расправу над Кругом с единственной целью накануне выборов заткнуть рот оппозиционному СМИ. Это явно, чтобы навредить каналу. Я хочу сказать, что это единственный оппозиционный канал, который остался в Одессе, который не поет под дудку мэрии, не поет Асану Труханову. И понятно, что это, конечно, атака на СМИ. И через три года после Майдана, после того, как мы боролись за европейские ценности, получили безвиз вроде бы, то есть нас уже в Европу спускают. И вот спускаться в такие дебри, то есть такую атаку на СМИ, это, конечно, возмутительно. То, что не удалось спровоцировать конфликт, не удалось разгромить канал заслуга исключительно самого канала. Ведь восстановить работу один раз разгромленного СМИ крайне сложно, какие бы потом решения не принимал суд. И мы все равно будем продолжать выходить в эфир и говорить правду. И будем занимать непримиримую позицию коррумпированной, проворовавшейся городской власти. И заткнуть рот кругу не получится, как бы этого не хотелось господам из мэрии. Потому что реальная демократия невозможна без свободы слова. Продолжение следует...